Пропаганда рисует картины того, как расцветает ЛНР и сколько положительных изменений происходит после российской оккупации. Мы раньше знали, что это ложь. Но теперь наша редакция получила внутренние секретные документы от источника близкого к оккупационной администрации ЛНР. И от того, что там написано, становится не по себе. Мы получили множество документов, подготовленных по заданию оккупационных властей ЛНР. В них собрана информация из разных сфер жизни. Это и карты социальной напряженности. И материалы для так называемого паспорта ЛНР. Наконец, у нас есть еженедельные прогнозы событий, влияющих на рост общественно-политической и социальной напряженности. По факту, это огромный объем данных с детализацией по каждому населенному пункту в оккупации. Обнародовать даже фрагменты документов мы не будем рисковать, чтобы не подвергнуть опасности наш источник. Но данных так много, что подделать этот массив было бы просто невозможно. Мы решили описать ситуацию только в областном центре, в Луганске. Показать, как живет крупнейший город Луганщины. А положение в более депрессивных регионах вы уже, я думаю, сможете представить себе и сами. Согласно документам, основными причинами социальной напряженности на оккупированной территории стали нехватка работников, износ коммунальных систем и техники и проблемы с внедрением российских порядков. Кроме того, на жизни луганчан до сих пор сказываются последствия боевых действий в 2014-2015 годах. И это не психологические сложности типа посттравматического синдрома, нет. Речь идет о вполне конкретных разрушениях. Одним из источников социальной напряженности в Луганске является отсутствие компенсации владельцам 520 частных домов, разрушенных еще 9 лет назад. А также невозможность отремонтировать столько же многоэтажек. Как следует из паспорта города, на территории Луганска расположены 103 полностью разрушенных в ходе боевых действий 2014-2015 годов индивидуальных жилых домов и 417 частично разрушенных. Компенсация собственникам за утраченное поврежденное жилое помещение предоставляется в виде выплаты денежных средств для приобретения жилого помещения, ремонта жилого помещения. В июле 2022 года так называемое правительство ЛНР определило порядок выплаты компенсаций и даже назначило выплаты 30 владельцам разрушенных домов, но денег они до сих пор не увидели. 528 многоквартирных домов Луганска также нуждаются в ремонте. Эта проблема касается 33 тысяч местных жителей, но программа по их ремонту до сих пор не утверждена, и только 5 домов вошли в перечень тех, что собираются ремонтировать отдельные субъекты Российской Федерации. И еще в шести планируется ремонт балконов. Полученные нами внутренние документы группировки ЛНР указывают на то, что социальную напряженность создают очереди, в которых жители Луганска вынуждены простаивать для получения российских документов. Люди стоят в очередях на оформление российских паспортов, на перерасчет пенсии в соответствии с российским законодательством. А ведь пенсии пересчитываются только гражданам с паспортами РФ, и это вызывает дополнительное недовольство у местного населения. Также получившим российское гражданство нужно оформить полис обязательного медицинского страхования и получить индивидуальный налоговый номер. И здесь снова возникают огромные очереди, с которыми не справляются оккупанты. Тысячи жителей Луганщины в прошлом году лишились своего жилья, оно было разрушено в результате вторжения российских войск. Многие люди выехали на территорию, контролируемую правительством Украины, а те, кто остался в оккупации, живут теперь в различных общежитиях и профилакториях учебных заведений. И никакой «государственной программы» для их поддержки просто не существует. Финансирования на расселение и содержание этих людей тоже нет. Кроме того, военный комиссариат ЛНР прекратил выдачу удостоверений участник боевых действий. В этих секретных документах отмечается, что таким образом участники СВО лишены возможности реализовать свое право на назначение ежемесячной компенсационной выплаты. По факту речь идет о льготах на услуги ЖКХ, то есть сейчас коллаборанты и их семьи этих льгот лишены. Жители Луганска не могут пользоваться мобильным интернетом, и это воспринимается ими болезненно. Абонентов мобильной связи перевели на новый тариф, где учтено предоставление интернета. Причем этот тариф дороже предыдущего. Плату с людей берут, а интернета нет. И перейти обратно тоже нельзя. Без мобильного интернета предприниматели не могут пользоваться кассовыми аппаратами. В полученных документах отмечается, что это также не позволяет перейти на российские стандарты торгового обслуживания населения. Также без мобильного интернета не работают валидаторы в автобусах средней и большой емкости, которые передали в Луганск из Москвы как гуманитарную помощь. Впрочем, большинство этих автобусов так и не смогли выйти на маршруты. О причинах, почему это случилось, мы расскажем далее. Нехватка работников стала одной из наиболее острых проблем. Так докладывают чиновники оккупационной администрации. В отчетах они называют причиной неудовлетворительно низкие зарплаты. К примеру, на предприятии Луганский центр утилизации отходов не хватает около половины уборщиков мусорных площадок и водителей, мусоровозов. Поэтому даже исправная техника выехать на маршруты не может. Предприятие Луганскжилком обслуживает жилищный фонд. Из почти 400 дворников ему не хватает 220. Из 260 сантехников нет половины. Также не хватает 75% электромонтеров, равно как и маляров или плотников. А вместо 15 трактористов имеется только 5. В результате некому устранять последствия стихии. А в соцсетях луганчане пишут, что деревья, сломанные после снегопада, месяц пролежали, например, на квартале Ольховский. Дороги в городе обслуживает предприятие Лелуа. Из 100 уборщиков ему не хватает 70, дорожников нужно 70, а есть только 40. Не хватает 70 водителей из 120, а также 40 механизаторов из 55. Также в городе острый дефицит водителей категории D, говорится в секретном паспорте региона. В связи с этим поступившие из Москвы автобусы не могут начать работу на запланированных маршрутах. Городскому транспортному предприятию для обеспечения посменной работы на автобусах средней и большой емкости нужно 365 водителей, а имеется только 20% от них. Причем более половины водителей предпенсионного и пенсионного возраста. Реальная газета еще летом 22 года писала, как из разных регионов России в ЛНР массово завозили бригады работников. Они занимались ремонтами домов и дорог, но на постоянную работу в Луганск всех не отвезешь, и было бы странно вербовать дворников из Сызрани или Пензы. В той же публикации мы объясняли причину нехватки местных работников. Это не только низкие зарплаты. Хотя, конечно, россиянам в командировке платят в разы больше, чем местным. Главная причина в мобилизации, во время которой в оккупационные войска принудительно забирают всех, до кого только можно дотянуться. Отсюда и водители предпенсионного возраста. Но в отчетах о социальной напряженности не сказано ни слова об этой одной из главных причин нехватки работников. В соцсетях часто встречаются фото с переполненными свалками в оккупированном Луганске. Свалки раздражают местных жителей и, естественно, сказываются на санитарном состоянии города. Но дело не только в нехватке персонала, а и в проблемах с коммунальной техникой. Оказывается, что из 80 мусоровозов в ремонте находятся более 20, а 6 вообще не подлежат восстановлению. Еще 16 машин недавно списали. Вода. Стратегический ресурс. После оккупации новых территорий весной 2022 года Луганск начал получать воду из двух дополнительных водозаборов Петровского и Айдарского. С августа прошлого года была объявлена круглосуточная подача воды жителям города. Но обеспечить ее оказалось невозможно из-за постоянных порывов на водоводах. Причем некоторые порывы не устраняются месяцами. Суть проблемы объясняется в секретном паспорте региона. Оказывается, почти 75% водопроводной сети Луганска находятся в ветхом состоянии. 50% канализационных сетей также в ветхом состоянии. К тому же в городе есть десятки километров бесхозных водопроводных и канализационных сетей, обслуживание которых не заложено в тариф. Жители Луганска не удовлетворены и услугами общественного транспорта, ведь работает только 40% подвижного состава от того, что курсировал до 2014 года. Из 54 городских маршрутов на 16 нет ни одного автобуса, а еще на 8 маршрутах работают по 1-2 автобуса. Интересно, что микроавтобусы курсируют по Луганску те же, что и до войны. Все маршрутки старше 10 лет, а некоторые приближаются к 20-летнему юбилею. А раньше в Луганске были еще трамваи и троллейбусы, помните? Но они уже уничтожены. Контактную сеть трамваев демонтировали 8 лет назад. Рельсы в 22 году одновременно с демонтажом троллейбусной контактной сети. Отметим, что в отчете об этом речь не идет. Отдельными пунктами в секретных документах вынесены неудовлетворительное состояние кровель жилых домов, сантехнических сетей внутри многоэтажек, асфальта в кварталах и частном секторе, состояние автодорог, тротуаров, отсутствие детских и спортивных площадок на придомовых территориях. Картина в итоге выходит катастрофическая. Последние 9 лет оккупационная администрация пользовалась запасом прочности коммунального хозяйства, но он уже практически исчерпан. Если представить, что прямо сейчас захватчики каким-то чудом исчезнут и оккупированная Луганщина без боя вернется в Украину, а что мы получим? Даже в нынешнем состоянии города и поселки придется приводить в порядок ценой огромных усилий и затрат. А социальная напряженность по наследству достанется украинскому государству на года. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Здесь мы говорим о том, что происходит на самом деле на оккупированных территориях и не только. С вами был Андрей Дегтяренко. Увидимся.